Но большинство-то живет умом и животом. И противник умело пользуется этим. Внутри каждого хранится код. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. Осталось только додуматься, как их заставить. Ладно, скажи-ка мне лучше, что это такое, с чем его едят. Это твой, о чем я подумал? Я же не знаю, о чем ты подумал. Код доступа к вратам. Ну, если соглядатый не обманул. Как им пользоваться? Странная мелодия. Позиция какого из героев фильма вам наиболее близка? Полностью мне близок персонаж, который в самом начале фильма смотрит в замочную скважину с той стороны, где небо, сюда, где темно и ничего не видно. Поэтому я, как режиссер, доверил себе, как актеру, сыграть эту единственную роль. Дмитрий Зочи. Да очень просто. По ступенькам поднимаетесь и выходите. Да, музыка в фильме моя. Это важная составляющая фильма. Не доверил бы никому. Давно ли я пишу музыку? По сути, с детства. Дмитрий Зочи. Странная мелодия. Музыка существует столько, сколько существует мироздание. Шум ветра, птичьи трели, пульсация накатывающей волны. Сколько этому лет человек издревле учился подражать звукам природы при помощи разных приспособлений из дерева и металла. С развитием ремесел и совершенствованием музыкального мастерства появились первые музыканты и первые мелодии. Возникла необходимость каким-то образом систематизировать звуки, издаваемые разными инструментами. Устройство первых музыкальных приспособлений привело к пониманию природы формирования звука. И здесь важно отметить, что природа гармонии, благозвучных музыкальных конструкций, связь музыки с математикой во все времена волновала лучшие умы человечества. И если некоторые связи были очевидны, другие требовали проведения экспериментов. Так было замечено, что чем длиннее струна, тем более низкий звук она извлекает. Короткие струны дают более высокие тона. По мере уменьшения длины струн звуки становятся все выше. Этим объясняется треугольная форма таких музыкальных инструментов, как гусли или арфа. Кстати, внутри рояля и пианино спрятаны такие же разные по длине и толщине струны. При нажатии на разные клавиши молоточки внутри инструмента бьют по струнам. Разные музыкальные инструменты звучат по-разному. У каждого свой голос, тембр, обертона, свои особенности и способы извлечения звука. Некоторые отрезки музыкального звукоряда очень сложно поддаются подстройке на заданную частоту. Из-за этого звуки отдельных диапазонов, высот, могут звучать не идеально, не чисто. С музыкальной точки зрения любая фальшь недопустима. Идеальные сочетания звуков музыки называют чистыми. Из этого можем сделать вывод, что не идеальные звуки с точки зрения музыки, это не чистые звуки. Высота и чистота каждого звука обусловлены его частотой, частотной характеристикой, то есть обусловлено количеством колебаний звуковой волны в единицу времени. Звуки бывают низкочастотные, средней частоты и высокочастотные. Есть также звуки, которые мы не слышим. Это инфразвуковые и ультразвуковые колебания, вибрации. Частота колебаний звуковых волн измеряется в герцах. Но отдельные звуки это еще не музыка. Если подойти к клавичному инструменту и произвольно нажать три или более клавиш, скорее всего, результат на слух будет не очень приятным. Звук скрипки в руках дилетанта почти невыносим. Но иногда можно случайно поймать и более красивое сочетание звуков. Ноты в дудке у меня, ноты в дудке у меня, длиннохвастый, словно птицы, ноты в дудке у меня. Расстояние на клавиатуре между двумя звуками, нотами, одной октавы в музыке называют музыкальным интервалом. В зависимости от того, какие две ноты были выбраны, интервалы обозначают, как прима, интервал между нотами 1 и 1, секунда 1 и 2, терция 1 и 3, кварта 1 и 4, квинта 1 и 5, секста 1 и 6, септима 1 и 7, или октава 1 и 8. В качестве примера приведу интервалы от ноты до вверх. Интервал можно построить абсолютно от любой ноты клавиши. Наиболее благозвучные и гармоничные интервалы это чистая прима 1, чистая кварта 4, чистая квинта 5, и чистая октава 8. Интервал прима условный интервал между 1 и 1 нотой. Хроматическое построение звуков от разных нот образует 24 гаммы, 12 мажорных и 12 минорных гамм. Мажор это условно-музыкальная жизнерадостность и оптимизм. Минор это музыкальная грусть, меланхолия и даже тоска. То есть, с помощью точно выверенных музыкальных конструкций музыка вызывает у нас совершенно определенные эмоции, настраивает на определенный эмоциональный лад. И чем талантливее музыкант, чем гениальнее музыка, чем выше мастерство исполнителя, чем тоньше настроен инструмент, тем больше впечатление производит на нас та или иная композиция. Великие музыканты это гении, которые умеют создавать из обычных звуков такие музыкальные конструкции, которые производят на большинство слушателей неизгладимое впечатление. В момент исполнения и прослушивания таких композиций музыканты и его поклонники переживают сильнейшее эмоциональное потрясение. И эти высочайшие вибрации духа так волнительны и прекрасны, что даже воспоминания о них спустя много времени вызывают сильные эмоции и переживания. Более того, на выдающихся концертах весь зал входит друг с другом в резонанс и находится на одной волне. И это выглядит как душевный экстаз. Зрители не желают покидать зал и благодарят музыканта или певца овациями. Овации это своеобразная звуковая энергетическая благодарность. Так на невидимом уровне звуковые волны управляют нашим состоянием и гармонизируют или дисгармонизируют наше видимое и невидимое пространство. Одновременное звучание трех или четырех нот называют аккордом. Красивые благозвучные аккорды скрывают в себе стройные математические закономерности. Так для того чтобы получился красивый приятный на слух аккорд частотные характеристики входящих в него звуков должны частично совпадать в своем колебательном движении как бы подстраиваться друг под друга. А это возможно только когда длины звуковых волн находятся в определенной и простой числовой пропорции. Как соотношение простых чисел например два к трём или два к одному или четыре к трём эти взаимоотношения были выведены методом проб и ошибок. А позднее физико-математические процессы уже описали это в числах. Гармоничное красивое звучание в музыке называют консонансом а резкие неприятные для восприятия созвучия диссонансом или какафонией. Отглушительная какафония из любви и ненависти трусости и героизма станьте участниками грандиозного оркестра бесконечно настраивающего свои трубы но так никогда и не начинающего играть что-либо внятное и гармоничное все музыканты оркестру увлечены погоней за блестящими бессмысленными штуковинами музыканты особенно поклонники классической музыки всегда стремились к наивысшей гармонии и неповторимому звучанию своего инструмента так что же такое гармония и от чего зависит ее наличие или отсутствие в музыке гармония это согласованность различных элементов приводящая их в наиболее приятный для человеческого восприятия порядок в основе любой гармонии в музыке архитектуре живописи поэзии живой природе и так далее лежат математические закономерности и последовательности чисел таким образом гармония в музыке это упорядочивание характеристик звуковых волн в соответствии со строго выверенными математическими закономерностями и так звуки у нас есть у каждого из них своя частотная характеристика а значит своя высота осталось только выстроить их в определенном порядке и обозначить визуально на клавишах рояля эти ноты соответствуют семи белым клавишам этот звукоряд до сих пор используется при игре на некоторых простых инструментах и называется натуральным простым или диатоническим звукорядом почему нот в этом ряду только 7 потому что методом проб и ошибок были найдены семь основных звуковых ступеней а восьмая ступень по звучанию повторяла первую и практически сливалась с ней в звучании девятая нота повторяла вторую десятая третью и так далее только звучали эти ноты выше на октаву количество октав на разных инструментах разное это зависит от конструкционных особенностей у клавишных музыкальных инструментов это длина клавиатуры классическая фортепиано например имеет восемьдесят восемь черно-белых клавиш из них пятьдесят две белые и тридцать шесть черных что составляет семь с половиной октав графически разные ноты занимают разные места на нотных проводах которые называются нотный стан современный нотный стан это пять черных параллельных друг другу и горизонту линий у нот может быть разная длительность самую длинную ноту назвали целой следующая нота половинка она вдвое короче целой ноты эти ноты единственные белые ноты далее по мере укорачивания вдвое четвертная восьмая шестнадцатая тридцать вторая и шестьдесят четвертая ноты мы видим что счет нот количество звуков звукоряде имеют другую периодичность повторяемость чем в математике если в математике привычный ряд от одного до десяти то в музыке это восьмиричный счет и двенадцатиричный нотные записи называют нотациями история записи музыкальных звуков в виде графических символов на этом не закончилась инструменты усложнялись записи преобразовывались и со временем появился новый более сложный и полный хроматический звукоряд состоящий из двенадцати звуков то есть уже знакомый нам нотный ряд был дополнен пятью новыми звуками на клавиатуре пианино они соответствуют пяти черным клавишам название может быть обозначено двояко или как повышение предыдущей ноты или как понижение последующей ноты понижение обозначается знаком бемоль и выглядит как капля с хвостиком повышение обозначается знаком диез и выглядит как знак которым сейчас принято обозначать хэштег оба эти знака называются знаками альтерации последовательность хроматического звукоряда в до-мажоре выглядит так где тринадцатый звук это повторение первого это та же нота до но следующей октавы в обратном порядке так и так мы видим последовательность из двенадцати звуков безусловно это более широкая и яркая звуковая палитра по сравнению с простым звукорядом отметим что все ноты сохранили в хроматическом звукоряде свои латинские буквенные обозначения при этом ноты принадлежащие черным клавишам получили в дополнение к привычному буквенному обозначению и названию еще и диезы и бемоли одна и та же нота черной клавиши всегда имеет два обозначения в нотной записи к примеру ре диез равно ми бемоль и так в основе музыкальных композиций лежат семь нот диатонический звукоряд состоит из семи звуков нот хроматический звукоряд из двенадцати важная характеристика музыки это ее тональность каждая нота хроматического звукоряда является основной первой нотой для двух тональностей первого мажора и первого минора тональность это построение звуков создающих определенное музыкальное настроение пример ля мажор и ля минор итого 12 мажорных и 12 минорных настроений в каждой тональности есть свои основные и дополнительные аккорды присущие только ей существует только две натуральные не требующие знаков альтерации тональности это ля минор и до мажор цифробуквенная последовательность нот связь порядковых номеров нот в звукоряде с их латинскими названиями выглядит так возникает резонный вопрос почему нота ля стоит в натуральном звукоряде первая а не нота до как мы привыкли дело в том что сначала были только простые инструменты которые воспроизводили только простые натуральные звуки и играть без искажений можно было только в двух натуральных тональностях ля минори и до мажори первые нотные записи начинались с ноты ля поэтому первая буква латиницы отдана этой ноте в до мажоре счет идет с ноты до и в до мажоре мы слышим привычную нам последовательность то есть на простых инструментах было семь звуков счет начинался с ноты ля еще один нюанс обозначение ноты си которое обозначено латинской буквой аж требует отдельного пояснения в процессе музыкальной эволюции появилось два разных звука соответствующих по сути одной ноте более позднее обозначение ноты си это латинская буква аж считается что си которая аж выше и чище по звучанию чем си которая б конечно же на инструменте только одна клавиша си в каждой октаве но для музыкантов при настройке того или иного инструмента то или иное обозначение имеет смысл нам же важно понимать что нота си с обозначением б была по мнению музыкального сообщества недостаточно хороша и гармонична и поэтому у нее появилась вторая более совершенная по звуку версия с чуть более высоким и чистым звуком и и обозначили как аж по факту после ноты ля идет си которая б затем следует си которая аж и только потом нота до но клавиша си только одна такой вот парадокс поэтому будем считать что это особо заслуживает отдельной позиции в нашем расследовании она девятая по счету в диатоническом ряду и так как она претендует на совершенство мы будем между собой называть ее сверх си если представить основные ноты звукоряда в виде ступени лестницы бегущей вверх то не все ступени имеют одинаковую высоту ступени между нотами ми и фа а также между нотами си и до меньше чем между остальными нотами звукоряда на пианино между этими нотами нет черных клавиш действительно расстояния эти не равны между ми и фа музыкальный полутон одна вторая тона между си и до тоже полутон между остальными соседними нотами целый тон или один тон тона и полутона это условная разница в высоте между двумя соседними нотами звуками так выглядит эта последовательность эти построения начинающие музыканты запрят наизусть как считалку потому что из тонов и полутонов складываются мажорные и минорные гаммы математически любой мажор выглядит так а любой минор выглядит так и невозможно сказать что красивее и что лучше дуальность музыки совершенно и прекрасно композиторы как художники раскрашивают пространство разными сочетаниями звуков переходя из одного настроения в другое меняя длительность и последовательность звуков расставляя акценты и выдерживая паузы нагромождая аккорды и интервалы так рождается музыка музыканты научились выражать при помощи музыкальных звуков любую гамму переживаний вообще в древности музыка считалась главнейшим из искусств считалось что музыкальные гармонии и звуковые сочетания заложены в саму основу нашей вселенной и напрямую влияют на качество мироздания современные слова несут себе отголосок начала времен например слово строить означало не просто создавать что-либо а приводить в гармонию подстраивать гармонизировать выстраивать элементы так чтобы они резонировали друг с другом если сравнить средневековую архитектуру современной то везде и повсюду мы сегодня видим диссонанс другими словами разруху разлад отсутствие стройности и совершенства а почему колонии одни руины а у них все так головах руины в сердцах руины и снаружи одни сплошные руины никто ничего не строит только проедают то что построено до них главное что всех это разруха устраивает лишь бы стабильно как бы чего не вышло вот девиз эпохи вырождения налаживать что-либо означает привести к тщательно выверенной гармонии привести влад если люди ссорятся то между ними разлад или что-то неладно единомышленники находятся на одной волне мы волнуемся испытываем душевную вибрацию которая иногда отражается в виде трясущихся рук дрожащих губ даже руководитель это дирижер управляет игрой незримый дирижер он ведет оркестр или вокальный коллектив от самой первой ноты до самой последней помогая исполнителям выдержать единый темп и ритм и расставить нужные акценты в нужных местах талантливый дирижер заряжает музыкантов вдохновением согласие и хорошее настроение необходимы каждому чтобы чувствовать себя расслабленно и комфортно нервы натянутые словно струны это значит они вот-вот порвутся а это означает слом или душевный надлом сломанный инструмент на физическом плане это болезнь или даже смерть человека и так гармония это созидание дисгармония антипод созидания разрушение стройной гармонической системы жизнь строится по законам гармонии хаос несет себе энергетику мертвого запустения нарушает и уничтожает гармонические связи цельность согласованность стройность вершина гармонии совершенная красота пик хаоса полный разлад всего и всех со всеми музыка помогает вернуть стройность и совершенство этому миру но только если сама она гармонична ничего не понимаю а и Редактор субтитров А.Семкин